МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов сегодня» в студии Екатерины Игнатьева и смотрите выпуски. Работают и днем, и ночью. В Саратове ремонтируют три самых протяженных участка дороги. Дворнадзор. В объектив видеокамеры съемочной группы «Саратов-24» попали разбитые дворы домов по улице Лунная. Масштабные изменения. Одну из старейших больниц Саратова преобразили и модернизировали в кратчайшие сроки. Двойная работа, некачественно сделанный ремонт. Пришлось переделывать? Речь идет о замене асфальта во дворе дома по улице Симбирцево. Исправился ли подрядчик? Лично убедился губернатор Валерий Радаев. В ходе инспекционной поездки по дорожным объектам. Продолжит Елена Петрова. Бортовой камень откуда? Куда укладывается? Бортовой камень у нас вся большая... Полностью? Полностью меняется. Все полностью меняются. Три дорожных бригады работают ради одной цели. Скорее установить бордюрный камень. Основные силы сосредоточены в центре и в Ленинском районе. Самые протяженные ремонтируемые участки базируются именно здесь. Работают и днем, и ночью. Едва дорожники заканчивают одну улицу, их тут же перебрасывают на следующий объект. Тут НИИ-28, дом 2-й прокатный. Вот этот участок он заканчивает. У него с презированием договорились и верхний слой. Потом работаем от ВСО, это Казанский мост. Идем сюда же к координатам. Как этот участок сделаем, переходим на Чернышевскую двумя отрезами. Сегодня в Саратове ремонтируют три самых протяженных участка. Большая Казачья, Московское шоссе и Чернышевского. Потому тянуть нельзя, уверен губернатор. Каждый день промедления – это недовольство автолюбителей. Кипит работа и во дворах. Здесь тоже ударными темпами ремонтируют территорию. Правда, подрядчики в погоне за скоростью не всегда следят за качеством. Так, во дворе этого дома по Симбирцево пришлось кое-что переделывать. Сначала завезли некачественный щебень. Лаборатория проверила. Первый раз не тот. Марка. Выгребли все назад. Сейчас вот процесс уже настоящий. Тот, который в задании был написан. Привезли щебень. Все прикатывают. Видимо, укладка идет асфальт. Поэтому качество на первом месте. Зато сейчас на новое полотно жители не нарадуются. Хотя работы еще не завершены, разница очевидна. Более местным старожилам, которые помнят, что ремонта во дворе не было ни разу за 40 лет. Большая радость. Неужели? И кто живет, у кого машина, ездить хорошо. На самом-то деле дорога большая. И скоро, если приедет, объехать можно. А то поставить и проехать негде. А здесь лишь две машины можно поставить. Основной упор нужно делать на качество, уверен глава региона. Новое покрытие должно прослужить не менее 10 лет. Но и затягивать ремонт нельзя. До начала заморозков все работы должны быть завершены. Елена Петрова, Максим Пустовалов, Саратов-24. Далее в выпуске наша ежедневная рубрика «Дворнадзор», в рамках которой мы освещаем те придомовые территории Саратова, которые нуждаются в срочном ремонте. И их должны привести в порядок уже в этом году. И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улице Лунная. Еще неделю назад в этом дворе в это же время не было ни души. Новая детская площадка дала ему вторую жизнь. Территория рядом с домом 45 по улице Лунная, по словам старожилов, вновь наполнилась детскими голосами и смехом. Порой, говорят они, детей больше, чем инвентаря. У нас сегодня детей мало, а то обычно много, потому что здесь три дома, массив большой, мало. И нужно спортивную площадку обустроить, поставить еще какие-нибудь тренажеры, футбольную площадку сделать, чтобы дети играли в футбол. У нас места много. Места много теперь и во дворе, и на дороге возле подъездов. По новому асфальту без проблем могут разъехаться автомобили. До ремонта, говорят местные жители, им приходилось лавировать между припаркованными машинами и огромными ямами. Раньше были ямы просто конкретные, машины. Мне было жалко всегда машины, вот как они заезжают. То, что люди тоже, некоторые плохо ходят, вот здоровому человеку это не видно. А когда вот через яму приходится переступать, это, конечно, очень тяжело. А зимой здесь вообще катастрофа просто была. Не знаю, какой час будет зимой, потому что мы просто ходили через лужу воды. Теперь ходят без проблем по свежему асфальту. Вместе с дорогой отремонтировали и тротуары. Побелили и покрасили стены. Принимали работу жители под пристальным вниманием объективов наших телекамер. В рамках рубрики «Дежурный репортер. Двор. Надзор» мы следили, как из руин двор превращался в райский уголок. Вместе с подрядчиками журналисты отправляются на следующий адрес, который уже совсем скоро появится в нашем эфире. В список подлежащих ремонту попали более 100 дворов областного центра. Сама же программа рассчитана на три года. Если ваш двор тоже нуждается в кардинальных изменениях и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info.sobako.saratov24.tv Либо звоните по телефону 705-755. В настоящее время к нам в редакцию уже поступило около 600 обращений. Каждая поступившая заявка будет рассмотрена. О проблемах ваших дворов, уважаемые телезрители, мы обязательно расскажем в информационных выпусках «Саратов сегодня». Те фотографии и видео, которые вы нам присылаете, также лягут в основу сюжетов. Между тем, в Саратовской области будет установлено более полутысячи детских и спортивных площадок. Об этом на брифинге журналистам рассказал председатель Аграрного комитета Госдумы Николай Панков. По его словам, в популярных для отдыха горожан местах и во дворах установят 373 детских площадки. Еще 200 будут иметь спортивную направленность. По словам парламентария, их обустройство запланировано не только в областном центре, но и в районах, чтобы жители всего региона не чувствовали себя обделенными. Мне очень отрадно, как председатель Аграрного комитета, что это коснется и наших сельских территорий, где также, я считаю, наши граждане, наши области имеют такие же права и требования по установкам площадок детских и спортивных. И они должны пользоваться тем, чем и пользуются все жители нашей области, в том числе и города Саратова. В областном центре площадки устанавливать уже начали. К некоторым подрядчикам и представителям администрации у людей возникли вопросы. Не везде поставили ограждение, положили соответствующие покрытия, где-то неправильно выбрали место расположения. Такие работы координаторы проекта принимать не будут и в обязательном порядке потребуют устранить нарушения. А сама процедура установки теперь будет идти по-новому. Специально для этого создан попечительский совет. Его председателем стал Вячеслав Володин, а Николай Панков – заместителем. Главная задача – вместе с общественностью проконтролировать качество работ по установке площадок в рамках проекта. Важно также изменить отношение жителей к самому процессу благоустройства. Граждане должны самостоятельно выбирать места для установки площадок и контролировать ход работ. Мы бы хотели, чтобы этот попечительский совет, к примеру, для крупных городов делегировал человек пять, может быть, от Саратова, от Вольска, от Балашова, от Петровска, в этот наш попечительский совет. Также, чтобы районные центры делегировали кого-то в этот попечительский совет. Из активных граждан, которые хотят этим заниматься, одним словом, мы будем контролировать ход установок и качество установок этих площадок, как детских, так и спортивных. Николай Панков также отметил, что новые площадки не будут устанавливаться на местах старых площадок, в школьных дворах и на территориях спортивных учреждений. Там должны помочь представители власти. Главная же задача – сделать новые объекты доступными для максимального количества желающих и прежде всего для детей. В Саратове задержан молодой человек, который находился в федеральном розыске по подозрению в преступлении. 26-летнего парня удалось поймать в результате спецоперации, которую проводили сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Саратовской области. Полицейские остановили отечественный автомобиль ВАЗ-21014 около одного из домов по улице 2-я электронная. На пассажирском сидении сидел молодой человек, которого разыскивали по всей стране, по подозрению в совершении разбоя, совершенного группой элит по предварительному сговору еще в 2012 году. Кроме того, под сидением было обнаружено и изъято глоткоствольное огнестрельное оружие калибра 9 мм, переделанное из газово-травматического пистолета. Ему было предъявлено обвинение, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У следствия есть все основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Сам подозреваемый был крайне удивлен тем, что задержан. На вопросы следователей он отвечал односложно. Не понимаю, что происходит, ничего не совершал. Однако правоохранители просят всех тех, кто мог пострадать от действий этого молодого человека, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 02-100-102. В Саратове произошел пожар в помещении «Бестро». Инцидент произошел сегодня в Волжском районе. В заведении, расположенном на улице Радищева, полыхало масло в печи, находящееся в подсобном помещении. Сотрудники кафе попытались собственными силами потушить очаг возгорания с помощью огнетушителя. Однако не смогли и вызвали на место специалистов. Пожарные за считанные минуты справились с возгоранием. Его площадь оказалась небольшой, всего один квадратный метр. К месту было выехано две единицы основной и одна специальной техники. Площадь загорания составила один метр квадратный в комнате приготовления пищи. Пострадавших погибших на месте пожара нет. Кухня и зал «Бестро» не пострадали. Эвакуации людей также не потребовалось. А прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Денис Титаренко. Он расскажет о происшествиях, случившихся за минувшие сутки. Денис, приветствую и тебе слово. Приветствую, Катерина. Начнем с аварии, которая произошла на объездной дороге под Саратовом. Сегодня ночью там, на путепроводе, расположенном напротив села Сторожовка, водитель тягача с полуприцепным контейнером въехал в яму демонтированного пролета моста и врезался в металлоконструкцию. По словам водителя, он не справился с управлением из-за усталости. В результате происшествия мужчина получил многочисленные ушибы, но от госпитализации отказался. Накануне вечером на мосту Саратов-Энгель столкнулись три автомобиля. По словам инспекторов ГИБДД, 29-летний водитель на «Шевроле Ланос» не выбрал безопасную скорость и врезался в следующий перед ним ВАЗ-2115, который, в свою очередь, столкнулся с попутным кроссовером «Фольксваген Тюган». В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее с места аварии госпитализировали. Сегодня утром из-за аварии образовалась большая пробка на улице Московская. По словам очевидцев, на пересечении из Чапаева автобус, следовавший по маршруту номер 284, врезался в маршрутное такси номер 99. Из-за этого движение было практически парализовано. И о пожарах. Самые крупные за минувшие сутки произошел в Балаково. Там на улице Завражной загорелась дача. Площадь пожара составила 136 квадратных метров. На тушение выезжали три единицы техники и 12 человек личного состава. А в Красном Куте огнем практически полностью был уничтожен гараж, в котором находился автомобиль Киэрио. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Всего же за сутки в регионе произошло 12 возгораний, три из них в областном центре. К этой минуте у меня все. Екатерина, тебе слово. Спасибо, Денис. А я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Саратовская библиотека. Предстоящих выборов. На рисунках дети попытались передать, насколько важным считают право отдать свой голос за того или иного кандидата. Цель проведения вот этих мероприятий, я имею в виду конкурсы, выставка, состоит в том, чтобы повысить правовую культуру наших будущих и молодых избирателей. Молодое поколение уже со школьной скамьи приобщается к таким понятиям, как Конституция Российской Федерации, что такое государство, что такое выборы, кто такие избиратели. В заключении экскурсии всех участников пригласили на предстоящие 18 сентября выборы. А тех, кому еще не исполнилось 18 лет, призвали не пропускать следующие. Выставка же будет работать в Пушкинской библиотеке до начала октября, после чего работы отправятся в районы, где их смогут посмотреть все желающие. В Саратовской области на финишную прямую выходит подготовка к выборам в Государственный парламент и Городскую думу Саратова. Мы решили узнать отношение саратовцев к выборам и решили спросить у горожан, пойдут ли они голосовать. Пойду, потому что выборы – это важное событие в истории нашей страны, и обязательно надо отдать свой голос. Знаете, я пойду, мне бы хотелось, чтобы мой выбор – это был мой выбор. Нет. А потому же без толку ходить. Все равно выберут того, кого надо. Мы обязаны. Мы пенсионеры должны ходить, раз молодежь не хочет. Мы пойдем. Конечно, пойду. Неужели? Как, почему? Голосовать хочу. Да, конечно. Это мой долг. Потому что мы решаем. Обязательно пойду. Нет, не пойду. Считаю, просто время потеряно. Ну, я не из этого города, и я должна успеть, и в своем городе обязательно пойду. Ну, социальная ответственность, гражданская позиция. Ну, пойду, наверное. А почему? Ну, хочу справедливости. Решается наша судьба. Вы вообще всегда ходите на выбор? Я всегда хожу. Напомню, что единый день голосования пройдет по всей России в ближайшее воскресенье, 18 сентября. Избирательные участки по всей Саратовской области будут открыты с 8 утра и до 8 вечера. Каждому, кто придет отдать свой голос, нужно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. Наши корреспонденты будут весь день дежурить на избирательных участках. О ходе голосования мы будем сообщать в воскресенье, 18 сентября, каждый час в информационных выпусках. Оставайтесь с нами и будете в курсе событий. Кардинальные изменения, не только внешние, но и внутренние. Одно из старейших медицинских учреждений Саратова изменили до неузнаваемости в кратчайшие сроки. В 6-й городской больнице не только появилось новое современное оборудование, но и условия пребывания пациентов стали гораздо комфортнее. Все подробности у Дениса Титаренко. Детальный контроль за самочувствием пациента. За всеми показателями следят медики с помощью монитора, на который выводится пульс, давление и кардиограмма. Такой особый контроль необходим в отделении реанимации, куда попадают самые тяжелые пациенты. Именно поэтому новое оборудование в первую очередь установили здесь. Помимо специальных мониторов тут появился и современный дефибриллятор. 10 минут процедурка длится. Новое оборудование в 6-й городской больнице Саратова появилось практически в каждом отделении. Серьезно обновилась материально-техническая база в кабинетах физиопроцедур. Масштабные изменения в медицинском учреждении не смогли не заметить пациенты больницы. Здесь многое поменялось. Во-первых, чистота. Приятно зайти в кабинет. Даже по коридору идешь и приятно. Все чисто. Всего за год удалось провести ремонт в ключевых отделениях больницы. В терапевтическом, лор-отделении, в операционных. Также отремонтированы кровли корпусов и выполнены работы, направленные на безопасность пациентов. За последние два года мы практически полностью выполнили все требования пожарного надзора. Устранили все замечания, которые были к учреждению. Кроме того, обеспечили полностью подготовку и выполнение требований к топительному сезону. И замена радиаторов, и обеспечение утепления наружных теплопроводов. И так далее. То есть мы полностью готовы к топительному сезону. Сейчас работы еще продолжаются. Приводят в порядок фасады, благоустраивается территория и завершается ремонт в отделениях. Немаловажно. Такое отделение, как травмпункт, тоже должно соответствовать всем требованиям, которые позволяют качественно доступной оказывать медицинскую помощь. Сейчас со мной идут работы. Изменить ситуацию в больнице в корне помогли дополнительные денежные средства, поступившие из территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области. В этом году больница получит на 63 миллиона рублей больше, чем изначально были запланированы на этот год в конце прошлого года. И всего на текущую деятельность в этом году она получит 316 миллионов рублей. И необходимо отметить, что дополнительные средства были изысканы с помощью нашего губернатора Валерия Васильевича Радаева. На данный момент, в первую очередь, по оценке самих пациентов, 6-я горбольница претерпела заметные изменения в лучшую сторону. Однако, как здесь говорят, на этом развитие медучреждения не остановится. Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов-24. Костюмы из овощей, арт-объекты из тыкв, и кабачков, и икибаны из фруктов. С таким нестандартным подходом подошли организаторы к фестивалю «Осенняя рапсодия». Он состоялся на площади Кирова, более 100 дачников Саратова представили свою продукцию. На фестивале выставили гигантские овощи и фрукты, редкие виды растений, а также оригинально оформленные продуктовые композиции. Ну а дефиле в этот день провели модели, костюмы которых включали детали из настоящих овощей и фруктов. Фестиваль «Осенняя рапсодия» проходит в Саратове второй год подряд. В этот раз его приурочили к 80-летию в Саратовской области. Это пропаганда здорового образа жизни. Это по существу акции, которые должны иметь название «Прокорми себя сам». Потому что большинство садоводов и огородников, учитывая рост цен и на продукты питания, в том числе и на услуги и так далее, вынуждены запасаться своей продукцией на осенний, зимний и часть весеннего сезона до нового, как говорится, дачного сезона. Поэтому показывай свои... За освещение деятельности фестиваля «Осенняя рапсодия» благодарственным письмом администрации Фрунзенского района был награжден телеканал «Саратов-24». А прямо сейчас смотрите сюжет о том, как изменился наш город за последние несколько лет о позитивных преобразованиях как в центре Саратова, так и на его окраинах. На этом у меня все. Я же хочу напомнить, что наш канал стал еще доступнее. Скачивайте мобильное приложение «Саратов-24» в App Store и Google Play. Архив программ, прямой эфир и актуальная телепрограмма всегда под рукой. Следующий информационный выпуск смотрите после художественного фильма «Неприкасаемые». Сразу после выпуска новостей эфир продолжит программа «Прямая речь». Не переключайтесь. Самое главное, что удалось, лицо у города появилось. В 2010 году мы начали борьбу с незаконно установленными торговыми павильонами. Вы вспомните, Саратов был превращен в один сплошной базар. Но пришло время, когда нужно было с этим заканчиваться. И, конечно же, вот эти все павильоны и ларьки, они создавали неблагоприятный, я бы сказала, архитектурный вид и облик города. Были годы судебных разбирательств в различных инстанциях. Скептики не верили в успех, говорили, что это невозможно. Но общими усилиями мы добились результата. Когда демонтировали торговые ряды на Аллее Рос, сразу стало видно, как хорошо распланирована эта зеленая зона, какие тут выросли каштаны. Мы начали уже постепенно приводить город Саратов к стандартным пониманиям городской среды и обитания. Начали зеленые зоны все благоустраивать в каждом районе. Это, в первую очередь, ограждения, дорожки, фонари обязательно, лавочки и детские площадки. Вот с учетом тех бюджетных возможностей, которые у нас, в общем-то, были, с которыми мы работали. Да, они скромные, они скромные, но я считаю, нам это удалось. Больше всех у нас в Ленинском районе оказалось. И в заводском районе тоже там очень много было скверов сделано, в центральной части. Всегда все хорошо получается, было бы желание. Представишь перед собой какую-то задачу, ее нужно просто выполнять. А кто еще? Потому что, чтобы это понимать и в этом разбираться, нужно время. Время, опыт, знания и, самое главное, пройденный путь. Сделали, сделали для людей. Грищенко Олег Васильевич. Кандидат в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163. От партии «Единая Россия». Программа партии «Единая Россия» в Саратовской области. Проект «Наш двор». Ремонт 700 дворов Саратова в течение трех лет. Проект «Детские и спортивные площадки». Уже в этом году 373 детских и 200 спортивных площадок в Саратове и всех районах области. Городские проекты. Новая пешеходная зона и новый пляж в Саратове и Вольске. Фонтаны Утюза и на улице Октябрьской. Спортивные проекты. Стадионы в Балаково и Ершове. Спортивные залы в 82 сельских школах. Спорткомплекс Саратовского университета. И ФОК в Красном Куте. Проект «Скорая помощь». 180 новых автомобилей до конца октября. Проект «Школа». 91 школьный автобус. Строительство новых школ в Саратове и Ровенском районе. Школа для одаренных детей. Предуниверсарий. 20 новых домов в поселке Ветеран. Проект «Дороги». Ремонт и реконструкция 700 километров дорог Саратова и области. Культурные и молодежные проекты. Фестиваль творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина». Фестиваль выпускников «Роза ветров» и праздник первокурсников «Поехали». Я прошу вас поддержать программу, которую мы с вами можем реализовать. И ваша поддержка – это реализация этой программы. Я прошу вас прийти на выборы 18 сентября. Я прошу вас поддержать «Един Россия». Номер 4 в избирательном бюллетене «Единая Россия» – это партия, созданная нашим президентом. «Единая Россия» – это партия, которая взяла на себя обязательства решить многие проблемы жителей города Саратова, Саратской области. Это наша с вами партия. От нас многое зависит, какой она будет. И от нас с вами зависит, будут решаться проблемы или нет. Ваша поддержка многое значит. Редактор субтитров А.Семкин